Здравствуйте! В эфире события. В студии Олег Зверев. Мы работаем в прямом эфире. И вот главные темы выпуска. Сделано с гарантией. В самарских домах обновляют коммуникации по программе капитального ремонта. Кинжал и сабля как произведение искусства в музее Алабина выставка антикварного оружия. Все народы на одной сцене. В Самаре прошел межнациональный творческий фестиваль. Дом, в котором комфортно жить. Уже более 50 многоквартирных домов в Красноглинском районе сделано по программе капитального ремонта. В планы на 2017 год включены еще 38 зданий. О том, как живется в обновленном доме, репортаж Андрея Горгуленко. Вячеслав Самонов в доме номер 2 по улице 2-й квартал живет уже 15 лет. За эти годы отопительные трубы сильно износились и проржавели. Дом вошел в список фонда капитального ремонта. И теперь у Вячеслава в комнате все в порядке. У меня стейки текли, то есть железные. А это поставили, ну вот сейчас у меня хмуты были постоянно. Сейчас это хорошо. Свет хорошо делаю. И делаю счетчик, делаю освещение удобно включать. Вот это правильно. По программе капитального ремонта в доме меняется вся инженерная система. Работы идут с опережением графика. Центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация и электрика. В доме больше нет ветхих коммуникаций. Подрядчик дает гарантию 5 лет, но уверен, новые материалы, обладающие многими преимуществами, прослужат гораздо дольше. Заменили сталь на полипропилен. Он более долговечный, более экологичный. За счет этого мы график опередили. Опять же, менее пожароопасный, потому что сварка все-таки в квартирах с деревянными полами довольно проблематично. Рабочие технических проблем с заменой коммуникации не испытывали. Главной сложностью стал доступ к квартирам. Ну, в основном сложности с жильцами взаимодействия, потому что у всех разные обстоятельства. Работа, семья, учеба. И из-за этого сложно собрать всех жильцов на одном стыке и все сразу заменить. На данный момент работы в доме завершены на 85 процентов. Подрядчик обещает закончить ремонт уже в середине декабря. Сейчас в Красноглинском районе в 27 домах выполняется программа капитального ремонта. Ну, а в планах на 2017 год 38 домов. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Депутаты Государственной Думы вышли в народ. Началась декада личного приема граждан, посвященная 15-летию партии «Единая Россия». Парламентарии из столицы отправляются в регионы, чтобы на месте выслушать проблемы граждан и помочь их решить. В Самаре избирателей принимал депутат федерального собрания Владимир Гутенев. Какие бы ни были, на первый взгляд, казалось бы, не пахальные вопросы, но это вопросы конкретных людей, которые надо решать. Обмануты ли это дольщики, проблемы ли это с биосферным заповедником. Людям с ограниченными возможностями здоровья помогут трудоустроиться. Это главная задача нового пункта Центра занятости, который открылся в Самаре. В его базе данных уже более 600 вакансий. А специалисты готовы еще и психологически поддержать сложные ситуации. В том, что любые трудности преодолимы, уверены герои нашего сюжета. Главное бюро медико-социальной экспертизы – то место, где человек официально получает статус инвалид и свою программу реабилитации. Теперь здесь работает филиал Центра занятости, специально для людей с ограниченными возможностями. Это очень удобно, что все в одном месте, считает Юлия Ломкина. Найти работу ей помогли как раз в Центре занятости. И сегодня Юлия своим примером мотивирует инвалидов возвращаться к работе. Люди бывают всякие. И мы понимаем, что с инвалидностью человек, когда он получает инвалидность, у него морально тяжело. Но мы объясняем, что на этом жизнь не закончилась. То, что жизнь продвигается и надо жить дальше. В Самаре это первый опыт подобного соседства бюро и Центра занятости. Так, помощь инвалидам должна выйти на новый уровень, стать более адресной, считают в Министерстве труда. Хотя Самарские центры занятости уже больше 15 лет работают с инвалидами. Людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста в области почти 74 тысячи. Самарская область по трудоустройству инвалидов этого возраста стоит на втором месте по ПФО и 12 место по России. И практически у нас работающих инвалидов 35%. То есть это достаточно высокий процент, надо сказать, что по России это 30,2%. Здесь объединенные усилия города, области, Министерство труда, конечно же, службы занятости. Все сделают для того, чтобы спокойно развиваться, не чувствовать никаких ограничений и жить так же, как жил до этого. Сейчас в базе нового филиала Центра занятости 600 вакансий для инвалидов. Предлагают место бухгалтера, психолога, архивариуса и врача. С каждым соискателем здесь работают индивидуально, учитывая его желания и особенности здоровья. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Холодное оружие, как произведение искусства. Клинки, сабли и кинжалы, которым по 300-400 лет, всего больше ста экземпляров, выставлены в музее имени Алабина. Антикварные экспонаты сохранили изначальную отточенность, такую, что один из сотрудников даже поранился при подготовке выставки. С древним оружием познакомилась Мариана Мирная. Индонезийский кинжал, обладающий способностью приносить богатство. Сабли индийских богов, меч справедливости и охотничий кортик. Сотни разнообразных орудий, у каждого из которых своя история. О том, что оружие может быть произведением искусства, становится ясно с первого взгляда. Самое древнее, наверное, оружие 16 века – это палаши, мечи, которые относятся к временем 30-летней войны в Германии, очень долгого и сложного исторического периода. На них есть датировка, на одном из этих палашей. И есть еще очень интересный экземпляр – это меч палача, который находится в отдельной витрине, который называется «Оружие правосудия». На нем даже выгравирована надпись «Анно 1660», то есть 1660 год. Единственный новодел на выставке – вот эти щит, кольчуга и шлем русского богатыря 16 века. Все остальные экспонаты – подлинники, большая часть которых привезена Петром Алабиным из путешествий. Среди леденящей стали и тонкого железа, инкрустированных рукояток и расписных ножен. Есть такие экземпляры, от которых захватывает дух. Воинственная выставка будет интересна как взрослым, так и детям, для которых разработана интерактивная экскурсионная программа. Познакомиться с оружием можно до 20 февраля. Мариана Мирна, Станислав Левин. События. Далее, коротко о других темах дня. Сегодня утром движение трамвая в Самаре в районе проспекта Ленина было парализовано. На пересечении улицы Первомайская и проспекта Ленина столкнулись две иномарки. Машины не смогли разъехаться при повороте и задели друг друга. Авария случилась на трамвайных путях. Движение городского транспорта возобновилось только спустя два часа. Созерня судили 20-летнюю студентку политехнического колледжа. Она с помощью специального кода перевела на свою карту 100 тысяч рублей с терминала салона сотовой связи. Комбинацию, с помощью которой можно перевести средства через терминал самообслуживания, девушке показала ее подруга, которая работает в салоне связи. Студентка отправилась в соседний салон и там провела операцию. Суд признал девушку виновной по статье грабеж и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. Случай вандализма произошел в селе Торновое, неподалеку от Рождествена. Там снесли советский памятник в виде серпа и молота. По словам местных, одна из жительниц села наняла рабочих, которые распилили Стеллу на части. Очевидцы вызвали полицию, те задержали мужчин, а те указали на заказчицу. Теперь женщина должна восстановить памятник за свой счет. Алексей Транцев, руководитель Самарской организации «Инклюзивный клуб добровольцев», активист Общероссийского народного фронта, вошел в состав Центрального штаба ОНФ. Алексей активно выступает за развитие добровольческого движения как в области, так и в стране. «Инклюзивный клуб добровольцев», созданный по его инициативе, является первой общественной организацией в России, чья деятельность направлена на продвижение инклюзивного социального волонтерства. Пятница может наступить и в среду, если она черная. Сегодня в полночь стартуют распродажи в интернет-магазинах. В течение 72 часов жители России, Казахстана и Республики Беларусь смогут приобрести свыше 100 тысяч наименований товаров со скидками до 90%. Участие в «Черной пятнице» подтвердили более 300 интернет-магазинов. Ежегодно в дни скидок покупки совершают от 3 до 6 миллионов человек. Средний чек составляет 3 тысячи рублей. В топ-5 самых востребованных товаров входят электроника и бытовая техника, одежда и обувь, детские товары и косметика. Самара в списке самых активных городов на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Все народы на одной сцене. В Самаре прошел межнациональный фестиваль детского и юношеского творчества «Во славу земли Самарской». Его проведение приурочено к 430-летию города. Выступали коллективы в традиционных костюмах и на разных языках, но цель одна – показать в дружбе мы едины, а значит и непобедимы. Песню о Самаре старшеклассница Анастасия Попова сочинила вместе с родителями специально для фестиваля. Сама она родилась в Сызране и о том, какую тему выбрать для песенного творчества, думала недолго. Все перед глазами – город, который стал для нее родным. Про Волгу, про ракету, которая у нас стоит, про небеса, про наш потрясающий город. То есть мне было очень легко сочинять, потому что у нас потрясающе красиво и много таких мест. Но Россия – это, конечно, великая страна. Мы очень много национальные, принимаем всех. Приветствие участникам направил глава города Олег Фурсов. Первый городской межнациональный фестиваль искусств детского и юношеского творчества собрал десятки исполнителей. Организатор – национально-культурная автономия Чувашей Самары и Самарской области. Впрочем, на сцене представлен весь Дом дружбы народов. Состав участников столь же многообразен, как и пестрая палитра народов по Волжье. Все они, пока еще юные россияне, должны знать и уважать культурные традиции тех национальностей, вместе с которыми живут буквально на одной улице. Самара. Название Самара. Сама великая, сама широкая, сама добрая. И поэтому наш фестиваль соединяет детей всех национальностей. Ведь только в единении, только в дружбе мы можем жить в мире. Когда мы друг друга понимаем, когда мы друг друга слышим, когда мы друг другу помогаем, в этом и есть смысл жизни. Чуваши, русские, казахи, евреи – все, кем богата самарская земля, представлены на фестивале. И не только. Много студентов приехали из дальних стран. Студент Самарского университета Льюис Гомес из Анголы только еще начал изучать великий и могучий, но уже успел полюбить Самару. Самара очень хорошо, очень хорошо. Я люблю. Мариана Мирная, Олег Зверев, Максим Гусев. События. Картину дня дополнят наши следующие выпуски. И вот какие сюжеты готовят наши корреспонденты. Новый поворот в расследовании. По факту гибели матери троих новорожденных возбуждено уголовное дело. Камера в помощь инспектору. ГИБДД фиксирует снижение аварийности на участках с наблюдением. Из детского сада в первый класс. В Самарской области стартовала электронная запись в школы. На этом выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самары ГИС и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере. Скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok